я приветствую вас на своем канале и я продолжаю делиться секретами своей свекрови и сегодня я покажу как она будет готовить мджаддару так что же это такое мджаддара была впервые упомянута в 12 13 веках в ираке как блюдо бедняков однако любой бедняк был готов продать душу за тарелку мджаддары из-за ее питательных свойств плюс это очень дешевое сырье готовится она из трех основных ингредиентов и является очень питательным и вкусным блюдом потребуется всего лишь стакан риса стакан чечевицы 1 луковица чуть-чуть оливкового масла для готовки соль по вкусу чечевицу промывают заливают водой доводят до кипения рис чтобы ускорить процесс приготовления сразу же нужно залить горячей водой 90 градусов выше и оставить ненадолго дайте пока настаивается рис амна мелко мелко режет лук если это блюдо такое простое почему же я вам о нем рассказываю а все из-за его уникальных питательных свойств она будет очень полезно для вегетарианцев для людей после длительного хронического длительной госпитализации после тяжелого течения болезней для беременных кормящих мам но полезно для детей и в арабских садиках мджаддара является основной в меню ее готовят каждые два дня я ни разу не видела полных тарелок после трапезы у детей то есть если ваш ребенок постоянно воротит нос от любого блюда которое вы ему при приготавливаете и почему-то ничего не ест попробуйте мджаддару я вам гарантирую опустошится тарелка в считанные секунды амна поджаривает лук до золотистого цвета на оливковом масле и так лук готов и сейчас нужно проверить готовность чечевицы чтобы сделать это нужно взять одно зернышко и размять между пальцами оно должно быть мягким амна добавляет обжаренный лук в кипящую чечевицу не оставляя ни капли оливкового масла поджаренный лук окрашивает чечевицу в такой темный карамельный цвет что очень классический для джаддар и все это время рис настаивался теперь он готов отправиться в готовку в кастрюлю вместе к чечевице и сейчас амна добавила щепотку соли и наверное это будет единственный рецепт где она не добавляет больше никакие специи кроме соли оставить смесь вариться около 15-20 минут пока рис не будет готов и вот он конечный результат мчаддара любимое блюдо матери амны это женщина 85 лет и несмотря на преклонный возраст ни разу не жаловалась на здоровье и не принимает никакие лекарства совпадение или нет но в ее рационе каждый день присутствует чечевица так самый главный заказчик доволен мчаддару употребляют с йогуртом особенно холодным йогуртом его добавляют щедро практически 50 на 50 из половина йогурта половинным джаддар и и идеальное блюдо в жаркий день или даже зимой ее можно употреблять без йогурта если вы добавите мясо то это будет уже более питательная вещь поэтому вы можете здесь играть как хотите а у меня пока все обязательно попробуйте приготовить мчаддару теперь вы знаете что это такое и до новых встреч всем пока